Как организовать досуг ребенка так, чтобы каникулы прошли не только интересно, но и с пользой? Ответ на этот вопрос сегодня готовы дать в двух отделах образования спорта и туризма города. Программа весеннего отдыха и оздоровления разработана таким образом, чтобы каждый ребенок нашел для себя занятие по душе. У нас в районе будут проходить наши районные мероприятия. Это районный такой конкурс, фестиваль малой Родины в рамках родовода. Вот представлены исследовательские работы Мястина моего детинства. И здесь, конечно, тоже ребятам будет возможность, скажем так, и послушать всех тех, кто занимался исследовательской работой, скажем, в рамках этих мероприятий. В основном это учащиеся будут 6-13 лет. 14-17 лет будут оздоровываться только на базе 14-й и 15-й школ, где организованы профильные лагеря. Мы предусматриваем большую программу оздоровительную. Это и конкурсы, посещение театров. Также в это время пройдет региональное соревнование спортивное у нас среди школ Московского района. Лагеря разворачиваются на базе крупных учебных заведений. Средняя школа номер 14. Одно из них здесь, работая условно, разделено на два блока в зависимости от возраста. Для ребят помладше – тематические развлекательные мероприятия, спартакиады, викторины. Для родителей, чьи отпуск не совпадают с периодом весенних каникул, это отличный шанс оставить своего малыша под надежной опекой наставников. Здесь, как обычно, самые интересные мероприятия проходят, потому что это экскурсии, это и конкурсы, это и соревнования. Вот, например, сегодняшний день будет включать себя как музыкальное занятие, так и спортивное состязание. Что же касается старшеклассников, то для них педагоги 14-й школы организовали профильное обучение. Подготовка к экзаменам, математика, русский и белорусский языки – это те предметы, которые сегодня в приоритете. Как раз самое большое количество ребят, которые изъявили желание посещать школьный лагерь, это учащиеся девятых классов. То есть это те ребята, которым очень скоро нужно будет сдавать первые своей жизни экзамены. Поэтому у нас работают два отряда, которые включают в свою работу занятия. У нас сейчас девятый класс, и будут экзамены, и необходимо готовиться, чтобы хорошо сдать. И я собираюсь поступать по белорусскому, и по русскому мы пишем диктанты, слова, которые мы не понимаем, ну, которые тяжело пишутся. По математике решаем экзаменационный сборник. Кто-то скажет, что таким образом родители лишают своего чада отдыха, однако это не так. Грамотно спланировав время, весенние каникулы можно провести не только интересно, но и с пользой.